пленку по форме айфона, делая аккуратные и точные вырезы под каждую кнопку и разъем. Полиуретановая пленка защищает короб с айфона целиком, при этом не оставляя зазор. Уникальность этой услуги заключается в том, что вся работа делается только вручную и требует высокого уровня профессионализма, опыта и мастерства. По эффективности защиты пленка ничем не уступает чехлам, она не увеличивает габариты айфона, не утяжеляет его и создает уникальный дизайн. Я могу оклеить пленкой любой твой гаджет, просто напиши мне в телеграм и я сделаю все красиво. Мой клиент обратился ко мне с просьбой закатать его айфон полиуретановой пленкой, чтобы защитить его и придать ему... Сейчас меньше чем за минуту я научу вас... Сейчас меньше чем за минуту я научу вас выглядеть дорого. И дело, кстати, не в какой-то обыденной вещи, свете либо сочетании цветов, это даже не какой-то стильный прием, скорее, важный фактор, который оказывает большое влияние на то, как вас воспринимают дружицы. Этот фактор много тканей. Если много тканей, то выглядит дорого. Объясняю на примерах. Свободные струящиеся, драпирующиеся брюки баллаца будут выглядеть более статусно, чем какие-то подстреленные брюки-дудочки, либо даже трендовые капли. Многоярусное шелковое платье, да еще скроенное по косой, это совершенно очевидная вещь, на которую потратили много тканей, и она вновь воспринимается гораздо более дорогой и статусной, нежели какой-то обтягивающий вариант, даже если это платье, которое просит ким подошья. То же самое про трикотаж. Объемный, мягкий, свободный джемпер будет выглядеть гораздо круче, чем тоненько обтягивающая водолазка. А уж если вы купили два таких джемпера и второй повязали на плечи, то это вообще высший класс. Сейчас меньше, чем за минуту я научу вас выглядеть дорого. И дело, кстати, не в какой-то определенной вещи, цвете либо сочетании цветов, и это даже не какой-то стильный прием, а скорее важный. Давайте вместе сделаем эффект наращенных ресниц. Я уже минут 40 гуглю, как это правильно произносить. Наращенно. Нам понадобится любая рассыпчатая пудра и ваша любимая тушь. Этот глаз я накрашу обычно, а на этом и спробуем лайфхак. Если честно, я ни разу не наращивала ресницы, потому что часто хожу к визажистам, а они это дело не любят. Ведь с ними сложно прокрасить межресничку и сделать полноценный макияж глаз. А я перехожу к другому глазу. Но я считаю, что для тех, у кого свои реснички очень короткие, звучит как выход. Итак, я делаю первый слой просто тушью. Затем я набираю пудру на пушистую кисть. И пока моя тушь не подсохла, наношу пудру прямо на нее. Сверху я наношу второй слой. Эффект уже заметим, но мы сделаем еще один слой пудры и туши. И так можно настаивать до бесконечности. Но мы с вами остановимся на таком варианте. И тут вы можете сравнить результат. По-моему, это вау. Лейфхак рабочий. Пишите в комментариях, что вы думаете насчет наращенных ресниц. Давайте вместе сделаем эффект наращенных ресниц. Сообразительность и храбрость этой матери поражают. Ей удалось спасти своего ребенка от гибели. Когда она заправляла машину, на заправке мать совершила критическую ошибку. Она оставила ключи в машине с ребенком внутри. Внезапно рядом остановилась черная машина. Из нее вышел мужчина и пытался незаметно проникнуть в белый внедорожник. Мать сразу заметила это и бросилась останавливать вора. Она забралась на капот своего внедорожника, пытаясь остановить вора. Но затем автомобиль поехал. Несмотря на ускорение автомобиля, она крепко держалась за дворники. Вор пытался встряхнуть ее, резко останавливаясь. Вор в конце концов бросил машину и скрылся. Машина направлялась прямиком на встречную полосу. Но мать успела остановить машину. Потеряв сознание от стресса и шока. Сообразительность и храбрость этой матери поражают. Ей удалось спасти своего ребенка. Вот обычная поход. Вы замечали за... Сегодня питаюсь как Виктория Бекком. Жена известного футболиста и мать четверых детей в свои 50 выглядит просто невероятно. При росте 165 она ведь... Ни в коем случае не покупайте данную сумочку, если не хотите быть в центре внимания. Сет 5 пар обуви, которые закроют все ваши потребности в гардеробе. Все в нем позже. Думаете купить iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max? Не знаете какие именно преимущества и недостатки вы получите выбрав Max версию? Досмотрев видео до конца, вы найдете ответы на все ваши вопросы. И поверьте, все тут немного сложнее, чем кажется. И данное видео сможет помочь вам сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Чтобы иметь полное понимание ситуации, давайте сначала пробежимся по различиям моделей. Перед просмотром поставьте пожалуйста лайк авансом. Если вам выпуск не понравится, заберете его обратно. Конечно, первое, чем отличаются два этих флагмана, это цена. Разница между телефонами составляет в районе 10 тысяч рублей. И сразу внесу ремарку. Разница именно между моделями с одинаковым объемом памяти. Почему же я заострял на этом внимание? Тут все дело в том, что в этом году обычная прошка получила стартовый объем памяти в 128 гигабайт. Тогда как жир-версию посчитали нереспектабельно выпускать в таком нищем объеме памяти. И ее старт начинается от 256 гигабайт. На самом деле, в отличие от предыдущих линеек, разница между моделями не упирается только в размер. Здесь отличия появились у нас и внутри смартфона. Прошка меньшего размера имеет трехкратный зум на телефотообъективе, тогда как в Pro Max завезли пятикратный зум. Кажется, ну и хрен с ним. Но давайте я вам покажу несколько примеров, которые вас реально удивят. Многих любителей меньшего форм-фактора данные различия сильно разочаровали. Но не спешите расстраиваться, просто сначала задайте себе вопрос, часто ли вы задействуете теле-фотообъектив в своей съемке или же нет. Давайте перейдем к следующему жирнющему плюсу в пользу Pro Max версии. И это размер экрана. Базовая версия имеет ставшую уже классическими Liquid Retina XDR Pro Motion на 6,1 дюйма, тогда как старший брат будет радовать ваш глаз 6,7 дюймами экрана с аналогичными характеристиками. И это чертовски огромная разница между двумя моделями. Листать ленту запрещенных соцсетей одно удовольствие. Просмотр фильмов или ютуба станет по-настоящему вредной привычкой, ведь невозможно не злоупотребить данным занятием, имея такой крутой экран. Если вы вдруг увлекаетесь монтажом видео или цветокоррекцией на своем смартфоне, то Pro Max действительно подарит вам яркие эмоции и точно добавит эндорфинов в этот процесс. Единственное, что могло бы очень сильно склонить чашу весов в пользу Max, наличие возможности разделения экрана. Такой трюк уже реализован в некоторых моделях других брендов и имеет очень позитивный фидбэк. Apple нас пока балует лишь разделением экрана настроек. Скорее всего они завезут эту историю когда-нибудь презентую ее как очередную супер-пупер фичу нового айфона. Сам по себе экран просто потрясающий. Переходя к следующему пункту, нам стоит вспомнить, что в руках у нас все же телефон, а телефон имеет свойство быть нужным срочно, здесь и сейчас, когда ты открываешь дверь, удерживая кучу пакетов в руке и попутно пытаешься отправить смс с важным фактом своему другу. Конечно, если вы член баскетбольной команды и имеете достаточно большие руки, то Pro Max вам необходим железно. Но, если ваша рука не выделяется амбициозностью, например, как у меня, или еще не дай бог вы вообще девушка, то вы столкнетесь с кое-какими неудобствами. Ответить на сообщение одной рукой, придерживая руль, задача провалена. Нажать кнопку назад, которую Apple, чтобы причинить страдания, специально засунула в самый верхний угол, тоже не получится. И это лишь часть списка. Конечно, есть замечательная функция маленького свайпа, о которой многие не знают, но и с ней весь этот процесс будет вызывать явно не катарсис. Резюмируем. iPhone Pro Max подходит только для баскетболистов и только для двуручного использования. И является ли это проблемой у вас? Хорошенько подумайте. А теперь важная часть нашего ролика. Посмотрим, какой из айфонов более устойчив к повреждениям. Проведем дроп-тест, кинув каждый из них на асфальт. Да ладно, я шучу. 200 тысяч в одной руке. Какой дроп-тест? Первое, что хочу сказать, действительно, новая титановая линейка стала легче, что добавило преимущества в использовании Max-версии. Сейчас Max-версия чуть тяжелее 14 Pro, а это означает, что его использование стало гораздо более удобным. На бумаге цифры, конечно, не особо впечатляющие, но разница действительно очевидна. Проверка, конечно, не страшно.